Всем привет мои хорошие, с вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать гигантскую клубнику без ничего, потому что она сладкая и так и сама по себе. Мама предложила растопить шоколад, который был кстати в холодильнике, но я подумала, что она по себе, вот посмотрите какая крупная, это просто что там. Я просто никогда не видела клубнику таких размеров. И стоила кстати, она совершенно недорого, как-то чисто случайно получилось, я ее увидела. Вот, и думаю сразу надо снять мукпанг, хотя недавно, по-моему где-то месяц назад у меня был уже мукпанг с клубничкой. Сегодня день Х, и сегодня должны прийти подписчицы, с которыми мы будем снимать мукпанг с подписчицей. Я думаю, что одно видео здесь слишком мало. Лучше если это будет 2 или 3 видео, одно из них будет челлендж. Короче, первые, конечно же, их увидят зрители моего инстаграма. Вот, поснимаем для вас истории. Еще хотим поснимать тиктоки. Вот одной девочке 15 лет, другой 16, как я вам говорила. Оно настолько сладкое, настолько крупное, я такое впервые вижу. Обычно, когда у клубники есть внешний вид, оно не сладкое. Я сегодня была на лазерной эпиляции. Вы, наверное, знаете, что я постоянно хожу на лазер. Мне очень нравится эта процедура. То есть, можно сказать, что на моем теле где-то осталось 30% волос. Я давно хожу, но проблема в том, что иногда я пропускаю. И вы представьте, делаем мы все тело. Сделали ноги, короче, все-все-все. Осталось только руки и подмышки. Получается, рука наполовину у меня вот эта левая сделана. И тут выключается свет. Я такая думаю, блин. Я собираюсь, ухожу. Вот. А потом оказывается, что через 4-5 минут свет включился. Сейчас мне ехать обратно. Еще такой момент, когда вы делаете лазерную эпиляцию, вам не рекомендуется выходить на солнышко. Потому что может быть ожог. Или пигментация. Вкусная губника. Вот ничего не скажешь. Вкусная. Теперь мне обратно надо идти туда. Доделывать лазер. Потом за роллами. А еще мне для челленджа надо придумать вопросы. Я даже это не сделала. Короче, сегодня очень сложный день. И вот всегда, когда бывает сложный день, получается так, что... Все не по плану. Т holства appreciation. Или 1 ледяной челленджа. Увел. Как очень вкусно. Сильно обжираться не буду, потому что буквально через час придут мои подписчицы. Они так далеко живут, так далеко живут от меня. И давайте поотвечаю на ваши вопросы. Тут вопрос задают, а сливки будут? У нас, кстати, дома есть взбитые сливки, вот этот президент. Но я почему-то не захотела без. Как ты считаешь, Айка, бывшие возвращаются или нет? Девчонки, в 99% случаев бывшие возвращаются. Просто они возвращаются тогда, когда нам с вами это уже не нужно. Не знаю, почему так, но это факт. Вкуснотища. Я, например, позавчера написал бывший. Да, так получилось, что я нечаянно посмотрела его историю. Он мне написал. Я специально его заблокировала, чтобы потом так не получалось, что я нечаянно что-то посмотрела. Вот. Я считаю, что прошлое нужно уметь отпускать. У меня есть подруга, она... Она так зациклена на отношениях. Например, да, парень начинает чуть меньше писать или чуть меньше звонить. Он начинает, вот ты ко мне остыл, я что-то сделала не так, почему так происходит, я не хочу тебя терять. Вот, на мой взгляд, вот это делать как раз-таки нельзя. Я не спец в отношениях. И можно сказать, что вот отношения с моим парнем серьезные, вот такие длительные отношения у меня, можно сказать, только с ним. Вот. Но, когда мне задают такие вопросы, как там выстроить отношения, не знаю, мне само удивительно, потому что я не профи. То есть я никогда не была замужем, у меня никогда не было детей. То есть мне иногда такие вопросы задают, что я иногда бываю в шоке. Мне пишут письма о том, а что мне делать, например, у меня ребенок и так далее. Я в этой ситуации не была, поэтому мне сложно рассуждать. Это надо побыть в этой ситуации, чтобы понять, каково это. Я вам могу много чего, не знаю, посоветовать, но я не знаю, как оно будет у меня. Я просто никогда не обращала внимания на внешность парня, там, не знаю, на материальное состояние. Всегда обращала внимание на то, как человек к себе относится. Одно время было два претендента на мое сердце, и я сделала такой хитрый шаг. Я попросила забрать коробку, там, gift boxes я рекламировала, если вы знаете. Мне просто прислали эту коробку, ну, в подарок, да. Мне нужно было их отметить в инстаграме. Так вот, мне нужно было забрать эту посылку. Я попросила двух парней, которые, ну, как бы ухаживают за мной и так далее. И один сказал, да, конечно, с легкостью. Это как раз-таки мой парень. А второй сказал, нет, у меня работа, дела, я не могу. Ты как-то сама, я не знаю. Я считаю, что забота, она как раз-таки в мелочах. Не обязательно, чтобы, не знаю, молодой человек вам дарил последний айфон, не знаю. Если у человека на это, например, нет возможности, да. Главное, вот эта вот забота. Чтобы человек всегда был рядом и всегда понимал тебя. Это, мне кажется, самое главное. Давайте еще одну и все. Я уже наелась, честно. Это вообще супер сладко. Вчера я себе из четырех апельсинов выжила сок и выпила. И у меня потом, знаете, такое странное ощущение было, угрызение совести, что я просто так испортила четыре апельсина, а я бы могла бы их съесть. Да, бывает ли у вас такое? Очень странно, да. Это, наверное, синдром бедных, так скажем. Давайте еще эту красоту. А уже все. Надо было раньше. В общем, на этом все. Не буду обжираться. С минуты на минуту должны прийти мои подписчицы. Также мне нужно пойти забрать роллы. Да. Да, господа, роллы. И составить еще вопросы. Все это я должна успеть. Даже не знаю, смогу ли я все это успеть. Но надеюсь, что да. А я вам в свою очередь желаю приятного аппетита. Удачного дня. Всем пока.